Доброе утро! Сегодня 1 мая. У всех официальный выходной день, ну а у меня официально рабочий день. Я уже прогреваю машину и сейчас еду на работу. На улице ужаснейшая погода, всего плюс 3 градуса. Идет дождь и обещают по прогнозу даже мокрый снег сегодня. Я не могу уже дождаться, когда же будет тепло и хорошо и классно, поэтому вот сижу упутанная в шарф. Потому что на самом деле очень холодно. И что я вам хочу сказать. Хочу поздравить вас всех с праздником. Все-таки сегодня, как я уже сказала, 1 мая, у всех выходной день. Поэтому я поздравляю вас с праздником весны и труда. Давайте я сейчас приеду на работу и немножечко поговорим с вами про этот праздник. Ну вот, я уже на работе. Сейчас у меня включается касса, включаю терминал и побегу за кофе. Ну а перед этим, как и обещала, хочу с вами немножечко поговорить про 1 мая. На самом деле, мне всегда интересно, откуда берутся праздники. И почему мы о них иногда думаем не так, как есть на самом деле. И вот, например, 1 мая у меня всегда ассоциировалось с моим детством. Всегда родители брали меня, мою сестру, красиво одевали, давали нам в руки флажки, давали шарики. И мы всей семьей такие нарядные, красивые шли на демонстрацию. Вот с тех самых пор, конечно же, для меня ассоциация с этим праздником, это вот какая-то демонстрация, какой-то митинг, что-то связано с рабочими, возможно, даже с какими-то революциями. Очень интересно было узнать историю вообще этого праздника. Поэтому, если вы не знаете, откуда к нам пришел праздник 1 мая, то тогда смотрите. Если знаете, можете чуть-чуть перемотать вперед. 1 мая действительно для многих это день такой, день рабочих, да, день труда. А все потому, что в 1886 году на американском заводе в городе Чикаго произошла самая первая вообще в истории, в мире забастовка рабочих. Когда рабочие вышли на улицу и просили администрацию этого завода сделать им 8-часовой рабочий день. Тогда вмешалась полиция, очень-очень много было жертв, много было раненых, много погибло рабочих, потому что стреляли, их разгоняли силой. И через 3 года после этого, то есть в 1889 году во Франции было собрание интернационала. И тогда почтили память всех этих погибших рабочих. И было принято решение, что с тех самых пор 1 мая это будет день рабочих, день, когда люди смогут свободно выходить на улицы и предъявлять свои требования к своим работодателям, проводить митинги и просто праздновать этот день как день именно рабочей силы. В тех самых пор в большом количестве стран нашего мира именно так и стали праздновать 1 мая. Но потом уже историю я вам рассказывать не буду, все знаете, как в Советском Союзе воспринимали этот праздник, да, то есть он действительно смешался с чем-то еще революционным. Мне же ближе совсем другая история возникновения этого праздника. И дело в том, что 3000 лет назад, то есть вы понимаете, давным-давным-давно, в Древнем Риме было принято поклоняться богине Майи. Кстати, да, именно благодаря этой богине, в честь, точнее, этой богине и был назван месяц Май. И именно 1 мая древние римляне выходили на улицы и устраивали очень-очень-очень большой праздник. Они пели песни для богини Майи, они танцевали, они приносили дары этой богине, и все для того, чтобы ее задобрить, для того, чтобы она позволила им хорошо поработать в мае, то есть сделать хорошую посевную, ну и, соответственно, уже потом собрать хороший вырожай. И этот день был один из самых важных в Древнем Риме. И именно оттуда пошло чествование богини Майи. Именно так зародились корни празднования дня весны. Почему мы и говорим, что 1 мая – это день весны и день труда? То есть о труде мы поговорили, сейчас я вам объяснила, почему это день весны. А на самом деле во всем мире действительно до сих пор празднуют этот праздник, и празднуют его все по-разному. То есть для нас он остается днем рабочих, днем труда. А во Франции, например, это день цветов и день ландыши. И в этот день принято дарить друг другу ландыши. А в Испании этот день стал днем очень похожим на день Святого Валентина. То есть молодые парни признаются в любви своим девчонкам и дарят им цветы. Да, именно 1 мая. Ну, а если вы еще знаете, где и как отмечают 1 мая, то пишите в комментариях, я думаю, будет это интересно не только мне, но и остальным моим подписчикам. Вот, поговорили с вами про 1 мая. Сейчас я побегу возьму кофе. И вы помните, сегодня 1 мая. Помимо того, что праздник, у нас сегодня еще розыгрыш моего приза для первой тысячи подписчиков. Поэтому пойду возьму кофе и проведем с вами розыгрыш. Ну что, мои хорошие, я уже готова подводить итоги. Значит, вот, открыла свое видео. Так, открыла, генератор случайных чисел подготовила. И вот мой файлик, где указаны все, кто участвовал. Имена на Ютубе и ссылочки. И номера, которые я вам присваивала. Сейчас включу еще видео на телефоне, чтобы сразу же выставить, кто же победил. И начнем с вами искать победителя. Итак, сейчас, подождите. Так, значит, у нас участвовало 57 человек. Переходим на страничку генератора случайных чисел. Выбираем одно случайное число от 1 до 57. Ну что, готовы? Барабанная дробь. И я нажимаю номер 42. Давайте посмотрим, кто это у нас. Номер 42. Мила, милая. И есть, хорошо, есть ссылочка ВКонтакте. Давайте проверим на всякий случай на страничке Ютуб. Номер 42. Переходим на комментарии. Ищем. Мила, милая. 42 номер. Сейчас, давайте посмотрим. Ищу. Мы уже где-то рядом. Вот, мила, милая. Номер 42. Мила. Я тебя поздравляю. Я очень рада, что конкурс у нас состоялся. И сейчас я напишу сообщение ВКонтакте, для того, чтобы уже связаться с Милой и решить, как я передам ей подарок. Все, я уже написала Миле. Жду от нее ответа. Вот, поедет наш подарок в город Озерск. Сейчас пытаюсь загрузить видео, которое сняла на телефон, чтобы все могли посмотреть, как проходил розыгрыш в моем профиле в Инстаграм. Если вы еще, кстати, не подписаны, ссылочку я оставлю под видео. Поэтому подписывайтесь и следите за новостями. Загрузила видео, так что уже можете посмотреть, как проходил розыгрыш. Ну, или уже вечером, когда будете смотреть это видео. А вообще, я хотела сказать. Всем большое-большое спасибо. Вы даже не представляете, как мне было приятно читать ваши комментарии. Как мне было приятно читать столько приятных и теплых слов в свой адрес. И на самом деле, когда я задумала этот конкурс, я даже не думала, что будет столько участников, что будет столько комментариев, столько теплых слов. Мне безумно приятно. Я понимаю, что действительно делаю что-то интересное, и что это другим нравится, что это ценят. Спасибо вам всем большое. Я вас очень люблю. И пусть сегодня вы не выиграли в этом конкурсе, но я думаю, что впереди нас ждет много-много увлекательного, всего интересного, возможно, еще много новых конкурсов. Поэтому шансы есть у всех. Я вас очень люблю. Оставайтесь со мной. Пишите комментарии. Потому что вы даже не представляете, когда я читаю ваши комментарии, читаю ваши слова, действительно просто растут крылья за спиной, и хочется снимать все больше, 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 и делать канал интереснее, делать канал таким, каким вы хотите видеть его вы. Еще раз признаюсь вам в любви. Я вас действительно очень сильно люблю. Я вас всех очень ценю. Спасибо, что вы со мной. Оставайтесь со мной. В общем, как видите, я совсем простывшая из-за этого холода, из-за этой погоды. Значит, какие у нас планы на сегодня? У меня в планах сейчас помыть холодильник, поменять водичку, но это, как всегда, почистить цветочки. Ну, не почистить, подрезать. Потом я сегодня взяла с собой крючки, и сегодня я решила немножечко повязать. Давно уже почти месяц я не вязала никаких игрушек, и не шила, ну, потому что все время была чем-то занята. Вот. А тут такая, знаете, погода, такой вот непонятный холод, как-то совсем такое не весеннее настроение, а больше даже осеннее. А осенью мне всегда хочется вязать. Поэтому сегодня я взяла крючочки и хочу связать нового зайчика. Я уже нашла в интернете схему одного зайчика. Первого я свяжу точности вот по схеме, а уже второго, наверное, буду вязать с какими-то изменениями. Ну, всегда я так делаю, потому что так или иначе, где-то что-то вот я вижу, что, например, там уши длиннее хочется сделать, да, там или ноги короче, или там какой-нибудь орнамент из ниточек связать хочется. Ну, поэтому вот первого я сделаю с точь-в-точь по схеме, которую я нашла в интернете. Если вам интересно посмотреть, как я вяжу, или вы хотите мастер-класс по вязанию, каких-либо игрушечек, то обязательно пишите в комментариях и не забывайте ставить лайки, потому что чем больше лайков я увижу под этим видео, тем более мне будет понятно, что надо срочно садиться и снимать мастер-класс по вязанию. Что еще хотела вам сказать? А еще я, кстати, вчера заказала фотофон. Его на днях должны привезти. Я вам обязательно покажу и расскажу, кого я заказывала. Ребята работают по всему миру, то есть они делают здесь, но высылают в любую точку мира свои фотофоны. Очень-очень мне нравятся. Я заказала двухсторонние. Одна сторона будет темненькая, вторая светленькая. Ну, все для того, чтобы делать более качественные, более интересные фотографии для той же сети Instagram, потому что у меня там всего много, все совершенно разное, разных тонов, разных цветов. А хочется какого-то единства, единообразия на этой страничке, поэтому вот получу фотофон и начну творить. Ну, а вам покажу обязательно этот фотофон. Вот такие вот планы на сегодняшний день. Оставайтесь со мной, если вам интересно, и будем работать вместе с вами. Но сейчас, как я говорила, начнем с того, что пойдем менять водичку цветочком. Вот. Пошла я менять водичку. Ну, Мила, почему ты не отвечаешь? Мила онлайн, но пока не отвечает. Ладно, подождем. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, вот тут получается розочка. Лучше, наверное, спросить, если что, потому что я тут часть достала уже на стол. Часть еще тут. А у вас нет никаких веточек, я бы что-то поняла. В смысле веточек? Ну, когда такая веточка, это белые, розовые, с фиолетовыми цветами. Ну, альстромерия, либо устома с веточками у нас идет. А может, покажите вот это альстромерия? Давайте покажу, конечно. А это гвоздичка. Это гвоздичка, да. Не гвоздики на 1 мая случайно? Ну, знаете, если брать вот такой вот именно советские корни, тогда гвоздики, да. Если брать, например, во Франции, сегодня принято дарить ландыши. Ну, вот ландыши у меня нет. В смысле, а как вот такая розовая стоит, белокрасная? Ну, что? Ну, цветочки почистила, подрезала, поставила все в холодильничек. Очень много чего уценила, потому что привоз был у меня в пятницу, сегодня все-таки в понедельник, и завтра я привезу свежие цветочки, поэтому, чтобы быстрее распродаться, я почти все из цветочков уценила. Сегодня у нас с вами влог такой спокойный получается, особо ничего нового вам не рассказываю. Ну, и, честно говоря, держала камеру включенной для того, чтобы заснять вам, возможно, какой-то букетик, который буду делать для покупателя. Но все, кто сегодня приходил, это люди, которые брали либо гвоздичку по случаю 1 мая, либо брали одну розочку. Поэтому так получилось, что пока еще вам ничего особо не показало. День достаточно спокойный, погода все такая же. Поэтому сейчас сяду и чуть-чуть повяжу. Но вы оставайтесь со мной, потому что в вашей компании мне всегда приятно. Ну что, уже полтретьего, я сегодня буду работать до трех, потому что все-таки сегодня выходной день, и в выходной день у меня обычно чуть сокращенный график, ну, воскресенье у меня сокращенный график. Субботу я работаю допоздна, вот. Так как завтра всем на работу, поэтому я воспринимаю, что сегодня есть смысл работать по графику воскресенья. Поэтому я в три часа буду закрываться, сейчас еще полчасика. Вот, я как раз начинаю вязать. Вот, взяла, как вам говорила, вот у меня есть такой блокнотик. Сюда я переписываю схемы по вязанию. Также здесь все мои идеи для новых видео. Я сюда все записываю, иногда пишу сценарий каких-то видео. Вот, то есть такой вот у меня творческий блокнот. Сейчас вот взяла крючочек, взяла вот такие вот ниточки. Буду начинать вязать зайчика. Очень люблю вязать из толстых ниток игрушки. Ну, не знаю, мне просто так... Ну, мне просто нравится, я получаю удовольствие, потому что у меня есть и тоненькая ниточка. Игрушечки тогда получаются вообще-таки миниатюрные, приятные. Но вот мне как-то ближе вот именно толстая нить. Поэтому взяла крючок 3,5, взяла толстую ниточку. И вот сейчас буду начинать вязать. У меня есть вот такая лампа, сейчас она пока светит на меня. Но вот когда я вяжу, я ее вот так вот направляю себе на руки, для того, чтобы, ну, хорошо было все видно. Поэтому еще есть время на закрытие, пока людей нет. Люди, наверное, уже отдыхают, готовятся к следующему... Готовятся ко вторнику, к рабочему дню. Поэтому можно спокойно посидеть и повязать. Ну а что, мои хорошие, я уже в машине. Как я и говорила, я в 3 часа уже закрылась. И сейчас я приехала во двор к своей маме. Потому что, во-первых, мне надо забрать ребенка, который все это время на выходных был у моей мамы. И еще потому что мне Вика принесла пробнички-водички для моей мамы. Вот, и я хочу вместе с ней выбрать. Поэтому я беру вас с собой, так как день еще продолжается, как вы видите, а мы снимаем влог. Поэтому пойдемте в гости к моей маме. Посмотрите, какой подъезд у моей мамы. Так. Видите? Картины, ковры. Вы видели такие подъезды? Ну вот, а у моей мамы вон цветы какие, видите? Это все просто подъезд. И все жители этого подъезда ухаживают за всем этим. Поднимаемся. Вот видите, какие перед каждой квартирой. Все, мы с вами пришли. И давайте позвоним в двери. О, Яна, сюрприз. Сюрприз. Привет. Кекс. Хочу вас также познакомить с моей маленькой собачкой. Его зовут Кексик. И он тоже на выходных вместе с моей дочкой переезжает к моей маме. Вот. Потому что здесь мама за ними следит. Она их кормит. Она с ними гуляет. Всегда приятно приезжать к маме в гости. Потому что мама всегда накормит чем-то вкусненьким. Да, Янка? Поэтому идем на кухню. Пойду покушаю. Вкусной домашней маминой еды. Вот такой вот у меня сейчас будет обед. Всем приятного аппетита, кто обедает. И я тоже буду кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы уже в машине. Едем домой. Кекса ты пристегнут? Янка, пристегивай кекса. Все, день у нас заканчивается. Едем домой. Сейчас доделаем уроки, которые нам задали на завтра. Ну и завтра опять рабочий день. Надеюсь, вам со мной сегодня все-таки не было скучно. Пусть у нас сегодня и спокойный был день, но тем не менее он был хорошим. Очень рада, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. За кексы. Мне всегда-всегда приятно. И ждите новых видео, они будут уже очень-очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok